Всем огромный привет, мои дорогие! Сейчас только что приехал курьер, и я не могла не включиться. Потому что, смотрите, какую красоту он мне привез, девчонки! Посмотрите, как все оформлено! И я знаю, что это такое. Это подарок для моей мамы. Помните, я вам некоторое время назад рассказывала, что я заказала вот такой крем? Это косметика Эмви. Я этим кремом до сих пор пользуюсь, но он уже заканчивается. Он мне, девчонки, вот серьезно очень понравился. Прям классный крем заканчивается. И мне, знаете, очень даже грустно от этого. Но там появились вот такие подарочные наборы. Я заказала для своей мамы. Сейчас я раскрою, посмотрю, что там внутри. Обязательно вам, конечно, покажу. Но там есть разные вариации таких подарочных наборов. Сейчас я вам покажу, какой же подарочный набор заказала я. Я выбрала для своей мамы подарочный набор, который состоит из вот такого антивозрастного скраба. Это, кстати, мини-версия. Вот, посмотрите, как он выглядит. Ой, очень приятно пахнет, девчонки, вообще класс! Здесь такие мелкие гранулы желтого оттенка. Это вот антивозрастное средство. Я думаю, что моей маме понравится. Вот так вот все это упаковано. Следующее, что здесь лежит, это крем для век. Здесь 15 мл. Написано, что это деликатный крем с ярким омолаживающим действием и эффектом лифтинга. Для нежной кожи век улучшает микроциркуляцию и обменные процессы, устраняет отечность и темные круги под глазами. Вот такая упаковочка. Компания Эмби производит несколько подарочных таких вот упаковок, да, и там разный состав. В этих упаковках я выбрала именно такой состав. И следующее, что я выбрала, я так предполагаю, вот в такой же упаковке, да, у меня вот это вот ночной крем. А следующее здесь лежит, это дневной крем. Так, что здесь написано, это дневной крем для ухода за кожей лица. Замедляет процессы старения кожи, тонизирует, омолаживает. Обладает регенерирующим и укрепляющим действием, препятствует появлению пигментных пятен. Вот такой крем здесь, по-моему, 50 мл. Да, написано, что можно использовать в течение года. Вот такой каталог, да, я вам, по-моему, его показывала. Каталог номер 18-й. Это последний каталог 19-го года. И они мне прислали уже первый каталог 20-го года. Я его, кстати, пролистала. Там есть такие классные скидки, я вам скажу. Прям вот супер-пупер. Наконец-то я нашла в наличии там помада Рината. И в нужном оттенке там есть. Ну, ладно, сейчас не буду листать. Просто покажу, что я заказала. Наверное, впервые вообще в жизни, да, я заказала вот такой вот кондиционер для детского белья. Салоэ Вера. Очень вкусный аромат. Я даже не представляла, что так прям будет вкусно пахнуть детский кондиционер. Буду пользоваться, буду стирать вот с этим кондиционером, ополаскивать вещи для крестюшки. Так, что я еще выбрала? В 18-м каталоге были очень классные цены. Вот на такие колготки. Я выбрала для себя размер L. И я взяла 40D цвет карамель. Артикул 820-085. Не буду разворачивать, но у нас скоро фотосессия. Думаю, что мне эти колготочки пригодятся. Так, что я еще взяла? Взяла в подарок уже на Новый год. Я собираю подарки. Тоже были хорошие акции вот на такие средства. Вот там, по-моему, по желтым ценникам. Если два средства берешь, желтые ценники. Шампунь для волос серии Lancelot. Это мужская серия, да? И вот такой дезодорант антиперспирант. Тоже мужская серия взяла. Следующее, что взяла тоже в подарок. Это вот такой консилер-корректор Beauty Lab. Артикул 02-19. Взяла для своей племяшки. Потому что вот такой корректор я ей давала. Он ей очень-очень понравился. И поэтому я знаю, что она хочет такой корректор. Я взяла ей в подарок на Новый год подарю. Тоже для дорогого человека я взяла вот такую вот тональную сыворотку. Тоже на Новый год подарю. Кстати, эта тональная сыворотка стоила довольно-таки бюджетно. По 18-му каталогу я взяла в светлом оттенке. Артикул 6309. Слоновая кость, по-моему, называется этот оттенок. Там всего два оттенка. Один потемнее, другой посветлее. Она очень любит такую тональную сыворотку. Поэтому я ей подарю на Новый год. Так, и последнее, что я вам покажу. Я взяла новиночку. Из серии Айсиул. Да, называется Айсиул. Гель-скатка для лица. Мягкий гель-скатка. Особый вид очищения кожи. Поможет деликатно удалить ороговевшие клетки, не нарушая липидный баланс. Так, я посмотрела. Уже, кстати, по первому каталогу эта гель-скатка будет стоить аж 499 рублей. Поэтому, девчонки, если вы хотите новинку попробовать, берите по 18-му каталогу. Потому что она там стоит более-менее, не 500 рублей. Вот так вот выглядит эта гель-скатка. Сегодня обязательно ее попробую. Она зафольгирована. Я вот, кстати, из этой серии, да, из корейской серии, там коллаборация с Фаберлик, еще ничего, вообще ничего не пробовала. Вот это первое, что я попробую. Сейчас я вам покажу, что это такое. Выглядит, знаете, такой, как беленький крем. В этой скатке содержатся такие мелкие-мелкие частички, которые будут скрабировать кожу. Классно. Вот такие средства я очень люблю, потому что мне, как обладательнице жирной, да, такой проблемной кожи, нужно как-то деликатно все равно очищать кожу. Приятный аромат. Даже не знаю, чем пахнет, но аромат приятный. Классно. Сегодня попробую. Обязательно вам, может быть, где-нибудь напишу что-нибудь, когда буду монтировать, да, может быть, в другом видео расскажу про эту гель-скатку. Ну, а так, конечно, на первый взгляд очень приятно. Всем привет, мои дорогие. Еще одно включение специально для моего влога. Не знаю, почему я вспомнила про это блюдо. Это вообще блюдо из моего детства. Они называются... Это вообще американское блюдо, да? Они называются корн-доги, что ли. Что-то вот в этом роде. Их насаживают на такие длинные шпажки. Купили сосиски. Я взяла эти докторские сосиски. 400 грамм тут. Вот сколько? 3, 4, 5, 6, 7. 7 сосисок. И чтобы они не были такие длинные, да, я их разделю вот напополам, чтобы удобнее было жарить. Тем более у меня нет шпажек. Сейчас я вам быстренько, наверное, покажу, как я их делаю. Получается очень вкусно. Здесь у меня просеянная мука. Муку обязательно нужно просеивать, да, чтобы она была такая пышная. Разрыхлитель теста надо... Знаете, я вот на глазик насыплю где-то примерно 1 чайная ложка разрыхлителя. Здесь написано 13 грамм, да, ну, примерно грамм 5-6 разрыхлителя я добавила. Добавлю где-то пол чайной ложки вот такой вот паприки молотой. Это для цвета, да, для вкуса. Для цвета, чисто для цвета я добавляю немножечко куркумы. Добавляю немного соли, это для вкуса, и добавляю сахар. Сахар нужен обязательно, потому что я помню в детстве, да, именно вот этот кляр был, он такой сладковатый. Я добавляю вот полную столовую ложку и еще, наверное, вот столько. Можно, наверное, кто любит послаще, 2 столовые ложки. В настоящем рецепте корндогов используется кукурузная мука. Там, по-моему, 50 на 50, но у меня только пшеничная мука, поэтому будем делать из пшеничной муки корндоги. Так, здесь у меня молочко комнатной температуры и вливаю молоком прямо в муку. Сюда же разбиваю одно яйцо. Ну вот и все, начинаю вымешивать тесто. Сейчас вам покажу, какой консистенции тесто должно быть. Тесто должно быть не жидкое и не сильно густое. Точный рецепт в граммах обязательно пропишу в видео, чтобы вам было легче повторить. Смотрите, мои дорогие, какой консистенции тесто должно получиться. Все, тесто мы оставляем минут на 5, чтобы оно подошло. И тем временем я поставила уже разогреваться подсолнечное масло. Смотрите, мои дорогие, я нашла вот такие шпажки. Это для роллов и для суши. Мне кажется, они подойдут. Да? Сейчас посмотрим. Я их вот разделила вот так вот. Вот так вот. Мне кажется, нормальные. Сейчас я попробую насадить. Вот так вот. О! Девчонки, живем! Ой, что вы думаете? Посмотрите, какой лайфхак. Классно. Ну что, я подумала, раз уж такая пошла пьянка, да, сделаем все как положено. Сейчас я вот это тесто перелью вот в такой вот длинненький стакан, чтобы нам удобно было вот так вот обмакивать, да, сосисочки наши. Сейчас я попробую все это сделать аккуратно. Надеюсь, у меня все получится. Как я давно не ела такие сосиски, вы бы вот только знали. Вы знаете, я их хотела еще когда была беременна, но мы объездили весь город. То есть и Новотроицк объездили, и Орск объездили, но мы не нашли такие. Сосиску в тесте просто нашли, и все. А вот такие настоящие корн-доги у нас не продаются. В общем, у меня, наверное, идея бизнеса возникла. Я свой бизнес открою, буду готовить такие корн-доги. Потому что нигде таких нет. Так, смотрите, я вроде бы как все тесто вылила. Вот так, смотрите, тесто выглядит. Сейчас у меня масло разогрелось, подсолнечное масло. И пойдемте жарить. Наконец-то, ура! Для жарки таких сосисок я взяла вот такую маленькую кастрюлю. Она с антипригарным покрытием. Она такая маленькая. Я в этой кастрюле, кстати, жарю эти крылышки KFC, да? Вот чебуречки такие небольшие, прям, чтобы они полностью погружались в масло. Поэтому сюда налила где-то, наверное, грамм 400-500 масла. Ну все, масло у меня, наверное, уже разогрелось, я так думаю. Начнем жарить сосисочки. Вам все видно? Так, прибавляю огонь. Ой, ну давайте с Богом. Вот так вот обмакиваем. Кладем сосиску полностью. Даем лишнему тесту стечь. Вот видите, смотрите, такое вот тесто полугустое. Но лишнему тесту даем стечь. И вот так вот кладем в масло. Да, масло разогрелось, потому что вот начинает все шипеть. Видите? Еще, конечно, играет роль здесь сосиски. Я взяла такие вкусные новотроицкие докторские сосиски. Берите вкусные сосиски. Вот третья сосиска пошла. Думаю, больше не надо добавлять, да? Нужно жарить до тех пор, пока вот тесто не станет таким золотистым-золотистым. Их нужно вот так вот вертеть в разные стороны, чтобы равномерно прожаривались. Вот такую вот тарелку достану уже новогодняя тематика, да? Пошла скоро же Новый год. Смотрите, вот это, наверное, уже готово, как вы думаете. Смотрите, вкуснота да и только, да? Главное, чтобы тесто пропеклось, потому что сосиски, они и так готовы, их можно сырыми есть. Так, сейчас я попробую один корн-дог и покажу, как он выглядит внутри. Вкусненько, девочки! Такое сладковатое тесто. Очень вкусно, мне прям нравится. Все остальное буду дожаривать вечером. А вы напишите, мои дорогие, вы вообще когда-нибудь пробовали? Нет такие сосиски? Сами приготовите или покупали, может быть? Ну, все, мои дорогие, обязательно пишите мне комментарии. Спасибо большое, что вы посмотрели мое видео. Я вас всех очень люблю и всех целую. До скорой встречи!